И я предоставляю слово следующему докладчику, это Ольга Львовна Дубгей, которая расскажет о другом крупном ученом Института мировой литературы Александре Евгеньевича Махове. И доклад ее называется «Русская литература в демонологической трилогии Махова». Пожалуйста, Ольга Львовна. Большое спасибо, Николай Николаевич. Дорогие коллеги, слышно ли меня? Слышно, да. Спасибо большое, Николай Николаевич. Я могу подключить презентацию? Катя у нас включена? Сейчас. Детали, моя презентация. Я должна, во-первых, не просто должна, а я хочу сердечно поблагодарить Николая Николаевича за приглашение. Я второй раз участвую в этой замечательной конференции. И просто чудесно, что такая конференция существует, потому что она открывает совершенно новые смыслы, открывает новые параллели, новые пересечения, новые взаимодействия. В общем, открывает массу новых. И желаю всякого успеха дальнейшему течению этой конференции. И в соответствии с темой, если понимать широко, о чем я сегодня буду говорить, то тема звучала бы так. Книга русской литературы в книге Александра Евгеньевича Махова. Потому что я воспринимаю вообще все сочинения Александра Евгеньевича Махова. И, коллеги, сразу простите меня, я иногда буду позволять себе говорить не Махов, а называть его просто Лев, но я в своих работах, по-моему, уже легитимизировала это имя. По-моему, уже не только я, а многие исследователи называют его именно так. Заранее прошу прощения вот за такую смену имени. Да, книга, сочинение Льва как единый текст. И книга русской литературы. Вот, получается, книга в книге. И я вот сейчас очень внимательно слушала. Ну, во-первых, я благодарна Юлии Вадимовне за то, что она упомянула в своем замечательном слове Александра Евгеньевича Махова, как действительно человека, долго работавшего в МЛИ. И вот Ольга Борисовна очень точно сказала о Александре Викторовиче Михайлове, что ему тесно, тесно в любой отдельно взятой научной области. Вот ровно то же самое можно сказать об Александре Евгеньевичу Махове. Ему было тесно в отдельных. И он действительно человек, многомирный человек, чья научная вселенная состоит из многих миров, которые постоянно пересекаются, находятся в органической связи между собой. И вот сегодня я буду говорить о более конкретных вещах, о более конкретных областях научной вселенной Льва, о русской, но все равно я буду говорить о русской литературе. Вот, наверное, ни о чем другом я не могу. В демонологической трилогии Александра Евгеньевича Махова. Но тут я взяла вот эту фотографию. Как раз, по-моему, это такая хорошая эмблема всей научной деятельности Льва. Он внимательно наблюдает. У него всегда в руках фотоаппарат, у него в руках камера. Он наблюдает, фиксирует. Потом он воспроизводит и отражает мир в своих сочинениях совершенно по-новому, совершенно невероятным образом. И вот напомню трилогию, конечно, вы все с нею хорошо знакомы. Вот эти три книжки. Это Хортус Демоном. Три издания она выдержала. Но вот эти две обложки. Вот просто уже невозможно было смотреть на этого Фюсли, потому что Фюсли не воспроизвел у себя только ленивое. Вот этот вот ночной кошмар. И на третьем издании Лев просто решил заменить эту обложку, потому что уже Фюсли невозможно было видеть. Это Хостис Антикулс, категории образа средневековой христианской демонологии. Тоже два издания выдержала книжка. И третья часть для Льва особенно важная. Фактически суммирующий, итоговый средневековый образ между теологией и риторикой. Вот это вот львиное между. Вот он, его подход. Вот постоянно он находится, балансирует между разными научными мирами. Казалось бы, что общего между теологией и риторикой? А вот если мы почитаем львиное сочинение, то увидим, что действительно они очень-очень во многих местах сходятся. Я, ну для тех, кто знает и кто не знает, многие знают, наверное, я в прошлом году издала вот такую книжку. Я начала трехтомник избранных сочинений Льва. И первый том был о русской литературе. Многие страшно удивились, как Лев, специалист по всему западноевропейскому, по западноевропейской демонологии, поэтике, романтизму, культуре. И вдруг русская набралась такой огромный том. А вот действительно так было. И Лев действительно специалист по русской литературе. И вот сегодня как раз я попытаюсь это еще раз показать, что он действительно специалист по русской литературе. Причем вот эта русская литература входит, даже не входит, а просто очень глубоко существует в его научном сознании. И вот там в этом томе был, я говорила о том, что работы о русской литературе пронизывают связи с другими областями львиных интересов, с музыкой, с европейским романтизмом. И вот демонология тоже очень органично и постоянно входит в работы о русской литературе. Вот там, например, даже есть вот такая работа. Какой-то демон обладал моими играми. Пушкин в традиции христианской демонологии. То есть вот там была оптика такая русская литература как основную, а все остальные области львиных интересов как превходящие, как соединяющиеся с ней. Сегодня оптика у нас меняется. Я буду говорить о демонологии и о том, как русская литература, казалось бы, совершенно неожиданным образом, в совершенно неожиданных местах оказывается вкрапленная в течение вот этой демонологической мысли льва. Или оказывается на месте и оказывается подходящий и высвечивает какие-то совершенно новые вещи и в русской литературе, наверное, прежде всего, ну и в самом подходе льва к культуре. Итак, первое имя, о котором пойдет речь, безусловно, это Пушкин. Ну вот я там посчитала, что вот в этом томе русской избранное сочинение, там имя Пушкина, по-моему, чего-то 2700 с лишним раз упоминается. То есть весь том вот этих работ о русской литературе, он практически получился пушкинским. Ну и вот, если посмотреть демонологическую трилогию, то там очень-очень тоже вырисовывается вот эта пушкинская тема, пушкинский контекст, пушкинские цитаты, которые совершенно неожиданно. Ну вот, например, тема зависти. Я просто здесь приводила цитаты из демонологической трилогии. Комментировать, наверное, я не буду, потому что времени на это просто, если будет статья, то я, конечно, все это подробно пропишу, потому что тут около каждой статьи можно много говорить. Современному человеку нелегко понять логику Августина, потому что зависть – это неминуемое следствие гордыни. Ну вот, и кто скажет, что в Сальере гордый был когда-нибудь завистником, презренным, змеей, людьми растоптанного в живе, песок и пыль, грызущего бессильно. И вот эти слова Августина Лев комментирует, цитата из Пушкина. «В нашей ценностной системе гордость высокое чувство, зависть низкая. Вспомним, как страдают пушкинские сальери, когда обнаруживают в своей высокой и гордой душе несомненное присутствие низменного чувства зависти». Вот цитата из «Моцарта и Сальери» входит совершенно органично и идет размышление о том, ну и местиарные образы, мне тут вплетается, о том, вот разведены они или сведены. Эти два понятия. Пушкин оказывается в состоянии как-то здесь помочь. Вот еще, ну, Александр Евгеньевич Махов – человек очень веселый, игровой, его подход всегда парадоксален, и поэтому вот здесь он просто вот так бросает. «Демону не суждено никогда, перефразируя пушкинскую эпиграмму, стать полным на конец». Он обречен состоять из непримиримых половин, да? Ну, кажется, ну, какая-то вообще полуфраза какая-то, вроде бы что-то незаконченное, что-то брошенное на середине, на половине, да? Перефразируя пушкинскую фразу, просто идея причастным оборотом вроде бы Пушкина обходится. Но вот если мы прочитаем то, что идет перед этим, что демон не может расстаться ни с одной своих половин, ни с благой, ни с той, которая принадлежит злу, и вот здесь у нас пушкинская вот эта вот эпиграмма на Воронцова оказывается к месту, наверное, тоже возникает странное и неожиданное сближение. Язык. Ну, тема языка в демонологии бесконечна, бесконечна, очень сложна. И вот Пушкин тоже здесь оказывается к месту. Формула грешный мой язык по пушкинскому выражению в пророке применительно к христианским представлениям упрощает реальное положение дел. Вот чего еще ищет лев. Ну, те, кто у него учился, здесь я вижу его бывших аспирантов, вот они, наверное, подтвердят его поразительную способность о самом сложном, говорить очень просто, доходчиво, на примерах и никакими наукообразными словами лев свою речь никогда не засорял. Всегда выражался очень просто. И вот тут Пушкин ему помощник в том, чтобы упростить объяснение сложного. «Грешный мой язык применительно к христианским положениям». «Разрушитель порядка». Вот еще одно такое. Ну, слово «хулиганский», наверное, в этой аудитории не подойдет. Ну, в общем, действительно, такое шутливо и ироничное. «Христианский дьявол совершенно, как пушкинский Онегин, порядка враг». Вот так вот говорит Лев на странице своей книги «Хостис Антикус», на странице 321. В общем, львиный стиль, львиный подход, по-моему, здесь как раз очень ярко проявляется. Но здесь я разделила на две колонки, потому что большие цитаты, я просто не знала, как сделать, чтобы было видно. Про двух ангелов, стоящих с правой и с левой стороны каждого человека. Вот это положение, если Бога не будет у нас одесной, то его место займет дьявол. Если бы Адам пожелал иметь у себя одесную Господа, его не обманул бы змей. И вот Лев комментирует. «Этот европейский мотив многовековой всплывет в дневниковой записи Пушкина». Вот смотрите, как зеркален европейский многовековой мотив. Вдруг вы наукаете, у Пушкина вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, то есть царствования Александра I, «когение зла и блага». Так по собственному свидетельству сказал Пушкин Михаил Михайлович Спиранскому. Дневниковая запись. И вот цитата из пушкинского стихотворения «И нет отрада мне тихо предо мной встают два призрака млады, две тени милые, два данные судьбой, мне ангелов одни былы, но оба с крыльями, с пламенным мечом истерегут, и мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья и гроба». Ангелов, как видим, по-прежнему два. Это комментирует Лев, хотя их функция теперь двойственная. Оба милые, функция благого ангела, но при этом оба мстители, функция демона. Пушкин разрушает раннехристианскую конструкцию. У него оба ангелы и милы, и опасны. Обратная симметрия становится просто симметрией. Так притворен у Пушкина, хотя и в сильно модифицированном виде, древний образ. И вряд ли есть необходимость привлекать для истолкования его текста всю симметрию вселенной, как это делает Вячеслав Селдовчеванов. Вот очень маленькое, очень короткое замечание, но согласитесь, насколько емкое, многоосмысленное. И если его развертывать, если вокруг него составлять комментарии, то можно очень-очень много чего понять. Но я иду дальше. Хочется много показать. А, ну вот тоже львиный стиль, львиная вот такая шотлевая манера. Ангелы, в отличие от демонов, не морочат голову смертью, сомнительными именами, а предпочитают их вовсе не называть, отвечая на расспросы встречным вопросом. В духе Пушкинского, что в имени тебе моем. Вот и все. Вот львиный комментарий. Идем дальше. Здесь я просто вывела источники, которые в книге по демонологии. Вот в связи с Пушкиным Лев исследует. Ну, здесь труды и Алексеева Михаила Павловича, и Вячеслава Силовича Иванова. Но кроме Пушкина, кроме Пушкина мы найдем. И, ну, например, Николая Алексеевича Полевого сегодня совершенно забытый писатель, а Льву хорошо знакомый, поскольку все мы читали, наверное, его, ну, все не все, но во всяком случае, после публикации первого тома, наверное, читали его кандидатскую диссертацию про телескоп. И вот поэма Клавштока открыла путь романтической трактовки образа демона, которого в память о Мессиаде порой называли Абадонной. Повесть Николая Алексеевича Полевого Абадонна, 1834 год. То есть вот даже такие, даже такие вроде бы малоизвестные факты, да, вот такие, вот видите, как устроено, да, когда Лев говорит о демонологии, в его создании мгновенно вспыхивают параллели из русской литературы. Как у той, что у всех на слуху, так и вот вроде бы из малоизвестной. Вот перевод Жуковского, здесь вспоминается перевод Одиссея Жуковского. Я уже дальше понимаю, что время идет, и я уже, да. Вот, но вот тут Дмитрий Петрович Азнабиша, вот, Лев очень любил этого поэта, ну, не знаю, насколько он широко известен. И вот в статье, ну, книги его построены по принципу словаря. Это такие словарные статьи, алфавитный порядок, словарная структура, все вы это хорошо, прекрасно знаете и помните. И вот статья Инкубы и Суккубы, и вот он говорит так, в русской поэзии есть уникальное стихотворение, подробно, с физиологической точностью, передающее весь ужас явления ночного гостя Инкуба. Это стихотворение Стень Дмитрия Петровича Азнабишина. Вот я его здесь вывела, я читать его не буду, чтобы сохранить просто время не потратить на это. Таинственный вошел без шума, ко мне на грудь, как львина лег, и сердце обложило дома. Вот действительно страшное, совершенно жуткое стихотворение, но и, наверное, ничего, кроме вот этой картинки Фюсли, тут не вспоминается. Вот это стихотворение Лев Ощий, его любил, постоянно цитировал. Но расстанемся с 19 веком, скажем и о 20, просто, чтобы коллеги не думали, что только в золотом веке Лев. Нет, он прекрасно знал и литературу русского серебряного века. Сологуб Федор присутствует в демонологической трилогии. Вот рассказ о вселении бесов свиней. Николай Николаевич, наверное, сейчас, но и все изучающие Достоевского, конечно же, вспомнят. Это придет вам другая параллель. Ну, а вот Лев приводит вот эту параллель. Нам же история, возможно, напомнит эпизод из Сологубовского мелкого беса. В церкви меж клуба Меладанного дыма являлась недоктыковка. Она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан. Вот такая параллель. В главе «Животное и дьявол» приводит ее Лев. Блоковская ассоциация есть. Перевод легенды о теофиле. То есть вот настолько Лев держит в голове русскую литературу, что мгновенно ему эти параллели являются, и он их приводит. Но Миролохвицкая демонология не была бы, наверное, без ее упоминания. Полна Лев и ее включает в список вот этой русской литературы, комментирующей средневековую демонологию христианскую. В час полуденной. Это глава «Полуденный демон». Боитесь, боитесь в час полуденной выйти на дорогу. В этот час уходят ангелы поклоняться Богу. В этот час бесовским воинством власть дана такая, что трепещут души праведных у преддверия рая. Ну, Зинаида Николаевна, Гиппиос, разумеется, Гризельда. Ну и без Булгакова, конечно же, вот тоже нам не обойтись в сегодняшнем разговоре. Булгакова очень много. Булгаковских ассоциаций в летной трилогии большое количество. Ну вот, трудно в этой связи не вспомнить Булгаковского Воланда спустя много столетий сходной формулой, описавшей советскую реальность. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Вот так вот этой Булгаковской формулой Лев комментирует положение христианской демонологии в Аде, которая предстает местом абсолютного неосуществления любых желаний, где действительно чего не хватишься, ничего нет. Ну вот так вот русская литература помогает формулу найти просто, найти словесную формулу для того, чтобы описать. Ну вот здесь я картинку из книги «Средневековый образ» прикрепила. Брельефы Орвиета. Демон-человек наделен кабаньем клыком, как Булгаковский Азазелла. Вот еще одна параллель здесь. Чисто визуально, как мы видим. И я понимаю, что перебрала время, поэтому я заключаю свое сообщение сумбурное просто вот неким подобием выводов. Ну а вообще зачем нужно вот такое копание мелкое, зачем нужна такая оптика, вот такое чтение? Ну мне кажется, здесь как минимум два могли бы быть полезных моментов, прагматических моментов. Какая польза нам от ней, как сказал бы Пушкин. Но польза мне видится такая. Здесь новые штрихи к двум темам большим. Во-первых, о связи русской литературы с европейской традицией христианской демонологии. Ну и во-вторых, к теме единства Маховской научной вселенной, органической взаимосвязи его миров. Ну вот тут уже кому какая тема окажется ближе, ну вот мне ближе вторая. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Ольга Львовна. И пожалуйста, вопросы? Ну я скажу, что мы очень любим Льва и ценим его книги. Я с большим восторгом воспринял выход первого тома его собрания сочинений, даже откликнулся рецензий, который вышел в знамени. И вот Татьяна Александровна вопрос. Спасибо большое за ваш доклад. И вообще, я думаю, что хорошо бы действительно наших крупных, значительных филологов на нашей конференции вспоминать. Потому что это все-таки это был такой круг, и где все так или иначе друг с другом сообщались, были связаны. И было бы замечательно, если бы у нас получилось вот так вот обращаться к писаниям тех, кто совсем недавно от нас ушел. И без кого, несмотря на то, что мы склонны обходиться без ушедших, без кого нам все равно очень трудно обойтись. Спасибо вам огромное. А вопрос у меня вот какой. Там вот, что касается Пушкина, да, и оба с крыльями, и с огненным мечом, истерегут, и мстят мне оба, и оба говорят мне вечным языком о тайнах вечности и гроба. Вот это ведь, если мы посмотрим на библейский контекст, то тут нет ничего, что уклонялось бы от образа ангела к образу демона. То есть это все функции ангелов, начиная с ангела с огненным мечом, который встал перед дверью рая, да, чтобы человек уже не мог туда войти, и кончая многочисленными ангелами-мстителями, которые появляются как в библейской части Библии, как в ветхозаветной части Библии, да, так и в конце концов в апокалипсисе. То есть мщение ангельское, ну, ангел это ведь служебный дух, что называется, на что послали, то и пошел делать. Вот. И Бог это совсем не тот, кто исключительно гладит нас по головке, что бы мы не делали. То есть мне кажется, что вот, ну, как минимум, в данном случае вот это вот быстрое разделение по принципу, который, мне кажется, вот таким, хорошо-плохо для человека, то есть если они на меня нацелили свой меч и мстят мне за то, что я сделал, а сделал я ужасно, очевидно, совершенно, из этого стихотворения, вот, то вряд ли это сразу можно отнести по разряду левой руки, да, демонологической традиции и так далее. Вот у меня вопрос, как бы, вот об этой корректности разделения, то есть как она вообще совершалась и какая методика, потому что я поняла, что, ну, и я знаю, да, что Махов удивительно видит, действительно, он очень точно видит, но вот как бы интерпретация в данном случае, она вызывает сомнения, вот, поясните, пожалуйста. Татьяна Александровна, спасибо вам огромное за вопрос, ну, я думаю, что вопрос, конечно же, безусловно, не ко мне, я ставила своей сегодня целью просто привлечь внимание к тому, что в львиных текстах есть, что в них есть вот этот вот пласт русской литературы, и, конечно, это комментировать об этом, но Махов же всегда, ну, в общем, его стиль можно назвать провокационным, парадоксальным, и он постоянно вот задает нам вот такие задачи, задает нам каверзные вопросы, часто действительно провокационные, ловит нас, в общем-то, во многом он от своих вот этих героев, он многому у них научился, конечно же, да, и мы потом начинаем рассуждать, думать, и фактически оказываемся вовлеченными, но я знаю, что просто он любил вот эту топику лево-право, но это у нас общая с ним вообще у меня была статья про лево-право, да, лево-право, что с правой, с левой стороны, и вот я думаю, что ему, конечно, вот просто прежде всего понравилось, что есть такая параллель из Пушкина, нашего любимого, вот, ну, а если серьезно, то нужно просто перечитать вот эту саму главу, саму вот эту главу, где встречается вот это определение, потому что там есть и история, конечно же, вот возникновения вот этой оппозиции, и, наверное, может быть, это увидится по-другому, вот в данном случае мне просто хотелось это показать, ну, и я считаю, что то, что вот уже об этом задумались, возникла идея как-то с этим спорить, вот, по-моему, лев сейчас улыбается и доволен, что вот тот привлек внимание и его, его идеи, в общем, взбудоражили мысли, вот, Татьяна Александровна, вот мой был бы такой ответ. Спасибо вам большое. Боюсь, нет. Спасибо, Ольга Львовна, мы двигаемся дальше, и я предоставляю...